Привет, я Эмми Мэджик, и со мной тут 4 моих пёсика в кресле, мы тут как-то уместились. В общем, ребят, вы знаете, что я часто очень использую ваши комментарии, то есть... Использую. В общем, читаю ваши комментарии, и недавно в моей рубрике «Безумные товары» кто-то предложил проверить отпугиватель для собак. Я пошла искать вообще, что это такое, и наткнулась на рекламу китайскую, где... Это вообще безумная, конечно, реклама, где девушка такая идёт с какой-то непонятной маленькой штучкой, видит бездомную собаку, достает такая как баллончик эту штучку, и такая включает, и собака такая поднимает лапу, такая... О, всё, извините, простите, и убегает. На самом деле, люди очень часто боятся бездомных собак, сталкиваясь с ними. У меня, у самой в жизни была такая ситуация. Когда я жила, например, в Москве, у нас во дворе была просто стая бездомных собак. Очень жаль, что у нас в России они есть, но, к сожалению, это так, это жизнь. И я очень их боялась, потому что они были не особо такие добрые, они были большие очень, и, я бы сказала, агрессивные. И, в принципе, в стране нашей очень много бездомных собак, которые не всегда весело реагируют на ваше присутствие. Они могут рычать, многие нападают, и много таких случаев. И люди их боятся. Есть ли решение этой проблемы? Кроме всяких лайфхаков, типа, как себя вести в присутствии собаки, которая на вас нападает бездомной. И кроме того, что нужно избавить нашу страну от бездомных животных, нужно как-то прямо сейчас с этим справляться. В общем, увидела я эту рекламу про отпугиватель собак. И пошла его искать, конечно же, куда? На наш любимый с вами китайский Алиэкспресс. И нашла я эту штуку там. Сейчас я ее покажу, она вот там лежит на столе. Это моя рубрика «Безумные товары». Давайте посмотрим. В которой я проверяю всякие товары для животных. Я ее заказала. Стоит она там по разным ценам. От 100 рублей до бесконечности, как это бывает на Алиэкспрессе. Юмичу, видимо, думает, что я что-то вкусное одержу. Обязательно пишите свои комментарии всегда. Я их читаю, тем более они в ролике появляются. И ставьте лайк на это видео, если вы любите эту рубрику. Потому что у меня подготовлены кое-какие вещи, которые я вам безумно хочу показать. Это такая штучка, в которой вставлена батарейка. Вот такая вот батарейка «Крона». «Крона», то есть квадратненькая, а не пальчиковые батарейки. Выглядит это как фонарик, вот на такой вот веревочке. Здесь есть две кнопочки. И суть этой штуки в том, что она как бы издает ультразвук, который неприятен животным. Ну, не сказать, что он там прямо уничтожает их мозг, но он неприятен, как брызгать водой в морду, например, кошке или собаке. Ей это не очень нравится. Точно так же и здесь. И так же здесь есть просто фонарик вот такой. То есть ты включаешь. Можешь просто ходить с фонариком. Но я сомневаюсь, что фонарик как-то отпугивает собак. Видимо, этот фонарик для тех, кто любит ходить по темным переулкам с целью отпугивать от себя собак. Так и ходит с этим фонариком. Ищет собаку, которую хочет отпугнуть. Вот. В общем, просто так фонарик. Он незачем. Он, конечно же, никого не отпугивает. Ну, вы сами понимаете логику. Главная кнопка, которая вот как раз работает как ультразвук. Я сейчас пока ее не нажимаю, чтобы мы... Чтобы это проверить качественно. Нажимаешь на нее. И он начинает издавать ультразвук. И здесь начинает мигать лампочки. То есть мигает и издает неприятный звук. Знаете, на телефонах есть такие отпугиватели собак. И тоже отпугиватели комаров. Я как-то раз проверяла этот ультразвук на телефоне, который типа отпугивает комаров. Нифига не работает. Не знаю, может у кого-то и работает, но не у меня. Если мы это не проверим, мы не узнаем, работает ли это. И стоит ли людям тратить деньги и покупать эту вещь. Если они боятся собак, или на улице у них в городе много бездомных агрессивных собак. Я вообще, если честно, сомневаюсь очень, что это работает. Я понимаю, что ультразвук неприятен. Но я не думаю, что настолько, чтобы отпугнуть собаку. Я нажму вот эту вот кнопочку. Заработает ультразвук. Еще раз предупреждаю, еще раз хочу сказать, что ультразвук это не настолько ужасно прям. Скорее просто неприятная вещь, которая должна как бы не то что отпугнуть собаку. Скорее просто ей это будет неприятно, и ее реакция спадет. Ну, давайте проверять. Вот сейчас. Чего? Серьезно? Погодите. Погодите, я в шоке. Стоп. Все такие просто разошлись. Это была первая реакция. Она была странная. Возможно, это связано именно с миганием фонариков, а не с ультразвуком. Я ушла в другую комнату, чтобы вам попытаться показать этот звук. Я не знаю, возможно ли его передать через видео. В общем, звучит это примерно так. Это такой противный писк, похожий на комариное жужжание. Я сейчас, знаете, как попробую сделать? Я не буду направлять на них вот эти фонарики мигающие, а включу просто ультразвук и посмотрим, будет ли какая-то реакция именно на этот звук. Звук это работает или фонарики. Вот сейчас Софиша сидит у меня на коленях, и я не буду светить на нее фонариками, а включу только ультразвук, будет ли какая-то реакция у нее. Она скорее не понимает, что это такое, но все-таки ушла. То есть посидела, подумала и ушла. Эйвен и Миша позади меня залезли на кресло. Я не совсем понимаю реакцию, то есть они скорее заинтересованы, по крайней мере, Эйвен. Или он интересуется тем, что я болтаю этой штукой. Если поднести поближе, да, поближе ему явно не нравится. То есть он уходит, он уже, когда поближе, он, видимо, слышит этот звук, слышит этот ультразвук. Все-таки они его слышат, мне кажется, раз они так реагируют. Если честно, я очень удивлена, что эта штука хоть как-то, но работает. Собакам явно это не очень приятно. Не сказать, что они прям боятся убегать. Но тут есть очень важный нюанс. Это происходит, когда я делаю прям очень близко. Но если ты находишься на расстоянии от вот этой собаки, то есть ты шел по улице, идет на тебя злая собака. Ты хватит такой сумки, свою супер защитную палку, палку-светилку ультразвуковую, свой меч джедая такой достаешь. А собака же, она не так близко к тебе. И насколько далеко это работает. Единственное, что можно попробовать посветить с далекого расстояния и посмотреть, будут ли как-то собаки реагировать. Собак просто не понимает. Я посветила на ребят с расстояния около двух с половиной метров. И они замешкались, не сразу, но им через какое-то время стало это неприятно. Они трое ушли, а Софи еще осталась сидеть и типа смотрела вот этот мигающий фонарик. Помните, я говорила, что Софи потеряла слух? Софи глохнет, то есть у нее очень плохой слух. Сейчас она практически не слышит. И возможно по этой причине она продолжала смотреть. Она видела только мигание фонарика, но вот этот ультразвук до нее не доносился. Поэтому все трое ушли, а она нет. Короче, ребят, я сейчас попробовала еще без камеры походить, позвать собак, поиграть с ними, поотвлекать их и при этом держать включенным этот ультразвук. Но я не могу сто процентов сказать, что это действительно на них работает. Идите сюда. Кто, моя собака? Кто, моя собака? Кто? 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 Даже мешает. Мешает. То есть, когда я их отвлекаю и плюс есть мой голос, который, возможно, перекрывает звук, все нормально, ничего не происходит. Мало ли что, если кто-то завтра пойдет, купит это и пойдет по своему двору, где на него будут нападать агрессивные собаки и начнет светить в них этой фигней и пытаться их отпугать, а они никак не отреагируют. Потому что, например, они большие, злые и вообще плевать на какой-то пискомара, в отличие, например, маленьких, которые просто могут так реагировать от ситуации. То есть, если я, например, сейчас как-то себя поведу странно, они, скорее всего, точно так же уйдут. Смотрите, я сейчас возьму какой-то для них несвойственный предмет и начну делать странные манипуляции и, возможно, они точно так же уйдут. Пульт от телевизора сработал похожим образом. В общем, можете купить, попробовать, но будьте осторожны, вдруг все-таки он не работает или не работает на крупных, как я сказала, агрессивных, злых собак, больших, которым вообще пофиг на какое-то песчание комарика или какой-то мигающий фонарик. Ну что ж, ребят, безумный товар этот был проверен. Можно даже отнести его не к безумным, а к списку, возможно, полезных. Мы с вами будем прощаться, увидимся совсем скоро в новых роликах. Подписывайтесь на канал, переходите по ссылкам на новые видео на других наших каналах. И я человек, человек из собак состоящей. Да, пупси мои? Пупси мои! А теперь пошлите куда! Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Пока!